господа всем доброго времени мы вот здесь оказались в поле для того чтобы протестировать откалибровать квадрокоптер тут вот будет написано как он называется хапсан зино про плюс вот для начала нам необходимо его распаковать включить аккумулятор и откалибровать приступаем а ну для того чтобы для калибровки давайте я вам продемонстрирую здесь для калибровки я специально выбрал местность это поле то есть никаких лэп там он далеко там дачные участки где-то поле лес то есть тут достаточно никаких есть он небольшая остановка но за нее метров 700 я не думаю что вот до этой остановке которая вот тут вот есть то есть мы чего же получается что в городе не можем летать не сможем как пока как заявляет производитель в принципе можем то есть ну здесь количество металла для калибровки не такое большое я если она и есть хоть сколько-нибудь адекватное количество металла то она достаточно далеко поэтому я думаю что у нас должна калибровка по компаса пройти исправно вот у меня значит есть площадка я на ней буду калибровать квадрокоптер мы вот по уровню смотрим пузырек в пределах по одной плоскости и пузырек в пределах по другой плоскости тоже вот видим что он в пределах но чуть выходит поэтому что у многих полы более кривые ну вот он пишем да так мы нажимаем на кнопочку записи с экрана запись с экрана началась так итак для того чтобы нам подключить нам необходимо вставить аккумулятор и включить сам квадрокоптер включили теперь значит смотрим что у нас тут есть в аппаратуре он говорит что нет соединения все верно мы значит закрываем понятно понятно так вот у нас есть значит еще раз проверяем чего тут у нас значит вот нам необходимо первого-наперво откалибровать значит компас ему горизонтальный перед горизонтальной калибровкой необходимо откалибровать ему давайте начнем с компаса начать калибровку и он нам говорит что нужно вращать его вот мы его вращаем точно так же как он нам показывает на картинке так теперь мы его носом вниз и вращаем носом вниз все он сказал что его необходимо выключить так показание компасы ненормально пожалуйста или как перекалибруйте сейчас перекалибруем начать калибровку так теперь вот в этой плоскости так калибровка компаса выполнена успешно так следующее значит мы следующая настройку нажимаем ему начать калибровку начать калибровку поместите переднюю часть на левый борт дрона вот у нас сейчас горизонтально левый борт дрона левой стороной теперь он пишет нам правой стороной правой стороной мы его поставили на ровную поверхность правый на хвост теперь вот на хвост мы уставим на тыльную часть мы его на тыльную часть положили И на нос Вот теперь мы его на нос поставим Аккуратненько, чтобы не погнуть все пропеллеры Лопасти Все Перезапустите дрон вручную Закончено Мы выключаем И перезапускаем Так Перезапускаем Ой Нам показалось, что нет Этих Вот он пикнул, сейчас он прогрузится Смотрим, что у нас тут на экранчике На нашем с вами Прошу отметить, что он И GPS метку определил И самого коптера И самого пульта Так Все, что ли? Пожалуйста, перенесите Или откалибруйте компас Хорошо, сейчас мы еще раз откалибруем компас Начать калибровку В горизонтальной плоскости А теперь в вертикальной плоскости Так Калибровка выполнена успешно Показания компаса Ненормальные Действительно, показания компаса Ненормальные Странно, почему так Начать калибровку Странно Почему такое происходит? Горизонтальный Горизонтальный Ну, мы вот его Калибровка завершена Показания Компасу, пожалуйста Переместите Компас Или откалибруйте Давай еще раз откалибруем Мне же не жалко Так Ну, он же калибруется Говорит, что Калибровка выполнена успешно Показания компаса Ненормальные Пожалуйста, переместите К квадрокоптер Или откалибруйте Ну, короче Компас не калибруется А без компаса Он не взлетит Вот такая вот штука Показания компаса Ненормальные Пожалуйста, переместите Квадрокоптер Или откалибруйте компас Понятно Давайте приступим К калибровке Значит, мы включаем Сам квадрокоптер Он пикнул Пискнул Отлично Так Сейчас он нам Что-нибудь покажет Да? Он нам ничего не покажет Потому что у него Камера закрыта Я специально камеру закрыл Пока что бы Не это Геомагнитный Он нам предлагает Так Сейчас Момент Я грамотен Я знаю Ну, сейчас Давай-давай-давай Тут нужно Особенность на высоте Полутора метров Это все делать Сейчас мы его Откалибруем Чтобы уж Он от нас отстал Так В вертикальной В горизонтальной плоскости В горизонтальной Все отлично Итак Значит у нас Для начала Значит для начала Чего мы делаем Мы делаем горизонталь То есть она у нас Горизонтальная плоскость Мы его ставим На горизонтальную плоскость Начать калибровку Калибровка завершена Отлично Дальше Следующее Значит мы берем Настройку Да что ж ты Настройки-то Вот Так Ему Начать Начать калибровку Первая на Первую На левую На нижнюю На левую Сейчас часть дрона Так Вот левая У нас часть дрона Мы его не шатаем Левая Правая Часть Так Все хорошо Хвост Вот у нас Хвост Сейчас Хвост Тыльной стороной Вот тыльной стороной Я его положил И на Нос Ага Вот у нас На носовую часть Аккуратненько Итак Он сказал что все закончено Все замечательно Мы нажимаем его закрыть И он сказал что нужно перезагрузить его Хорошо мы берем Выключаем его Раз Раз Два Три Четыре Что что Сказать Три Четыре Пять Вот выключился Ну давайте Чтобы он нам не Болтал Откроем ему Этот Корпус Камеры Вот он запустился Все хорошо И теперь мы будем Калибровать Компас Для калибровки Компаса нам Уже поверхность Ровная не нужна Нам нужно на высоту Полутора метров Это все поднять Сейчас мы его Найдем Так Итак Значит у нас есть Показания Компаса Да я вижу Нестабильны Я грамотен Давай Машина Компас Начать калибровку Вот Значит мы берем Его Поднимаем На высоту Примерно полтора метра Ну или даже повыше И начинаем вращать Вот мы его вращаем В горизонтальный Теперь в вертикальной Плоскости Так Калибровка Произведена Успешно Он нам сказал Так Угол наклона Камеры На это понятно Но вот Показания Компаса Все равно Нестабильны Предположим Что его нужно Перезагрузить Мы его Перезагружаем Короче Он не работает У нас Ошибка Показания Компаса Она теперь Постоянная Мы его Снова Включаем Так На ровной поверхности Все замечательно Так Ждем Когда Загрузится Прогрузится Что называется Все Говорит Пишем Одним дублем Чтобы не это Не было Вопросов Компас Приложение Ты Клятая Ну Короче Он так и это И продолжает На высоту Как показано На рисунке Ну вот Он нам говорит Что нужно Его вот Так На высоту Полутора метров Поднять И Повращать Даже В ту же Самую Сторону Не вопрос Так Теперь Вот в эту Сторону Теперь Вот так Вот Что Я его вращаю Неправильно Или как Господа Калибровка Выполнена Успешно Следующее Сообщение Показания Компаса Ненормальны Вот так Вот Ну что Господа Мне приехал Ломаный Коптер Поздравьте Меня Он Короче Сломанный Помимо Того Что Значит Мне Пришел В этом В самом Описании Этого Не было Указано Но Вот Если Посмотреть То Здесь Пластик Поцарапанный USB Разъем Разбитый Вот Здесь Под Антенной Пыль Грязь То есть Здесь Вот Короче Посмотреть Можно Я наверное Фотокарточки Приложу Вот Тут Вот Наклеечки Они Немножечко Отстающие То есть Тут Наклеечка Она Так Кричнее Что Ее Уже Попользовали Вот Ну И Вот Теперь Еще И Квадрокоптер Сам Что Называется Нерабочий Вот Может Быть Я Что Не Так Делаю Но Короче Квадрокоптер Летать Не Будет Потому Что У него Компас Не Калибруется Ошибка По Компасу Возникает Вот Такая Вот Беда Небольшое Пояснение Небольшое Включение Тут Немножко Близко Не На Том Самом Месте Я Где Испытывал Не Надо Мне Говорить Что Я Испытывал Калибровал Рядом С Дорогой Нет Калибровал Я Удали От Дороги Просто Решил Некоторое Включение Так Врезку Понять Для Понимания Значит Смотрите Он Пришел На Модели Прошивки 0.1 Но Это Fly Контроллер Который FC Прошивка Самого Полетника 0.1 Точка Точка Но Я Куда Немножко Наверное Вставлю Скриншот Потому Что Я Скриншот После Как Я Скачал Официальную Прошивку С официального Сайта С официального Официальной Утилитой Я Перепрошил До 0.1 Точка 36 Точка Он Перестал Определять Компас То Он Перестал Держать Показания Компаса Вот Такая Беда Печаль То Когда Он Был На Прошивке 0.1 Точка 35 Почему Я Вообще Занялся Этим Всем Он В разложен Ну Понятное Дело Что Когда Он Взлетает Да Меня Плохо Слышно Но Куда Деваться Значит Он Взлетает Висит Все Хорошо Но Когда Вот Такой Порыв Ветра Ну Это Сильный Значит Порыв Ветра Его Чуть Отклоняет То есть У него Точка Удержания Есть Его Отклоняет Я На Стики Не Нажимаю Он Хочет Вернуться И Он Перелетает Эту Точку И Соответственно Он Не Может Найти Ее Снова Прийти В Нее То Коэффициенты Пид Регулятора Плохо Настроены Он Начинает Вот Так Вот Просто Раскручиваться И Перевести В режим Просто Следование По Прямой Или Там Какой Небо Траектории Он Вроде Выравнивается Но Когда Снова Отпускаешь Стики Он Повисает Висит Когда Начинается При стиле Как только Небольшое Дуновение Ветра Там Два Пять Метров В секунду Другие Самосборы Коптеры Висят Замечательно И Этот Коптер Начинает Отклонения Он Не Так Отклоняется А Его Начинает Вот так Основа Прицессировать То есть Прицесс Разлетание Улетание В неведомые Траектории В неведомые Дали Вот Это на Тридцать пятой Прошивке Было Сейчас Тридцать шестая Прошивка Он Вообще Компаса Не Видит То есть Крашей Как таковых То есть Ну Падений Не Было Он Садился В автоматическом Режиме Всегда Вот К сожалению Видеозаписи Нету Потому что Я Аккуратненько Садился Сам То есть Никаких Механических Повреждений На нем Соответственно Тоже Нет В чем Проблема Ну Не знаю Буду Наверное В техподдержку Писать Искать Решать Причем Техподдержка Мне сказала Ну Я не знаю Насколько Она Официальная Но Просто Этот В клубе Так сказать Этих Хабсанов Клуб Хабсан Вот Мне сказали Что Неправильно Откалиброван Компас Вот Ну Я так думаю Ну ладно Компас Неправильно Откалиброван Значит Ну Как бы Я Калибровать Компас И умею Я его Откалибровал Выехал Вот Еще раз Вышел Уже На И думаю Дай-ка Еще заодно Обновлю Прошивку Вдруг Она Кривая Обновление Прошивки Надо обновить Самую актуальную Поставить Поставил Тридцешстую Все остальные Стоят Самые свежие Вот Камеру Я еще Обновил Ну Камера Как мы видим В принципе Вот На трансляции На пуль Дистанционного управления На мой смартфон Она транслирует Ошибок по камере нет По подвесу тоже нет То есть Там три программы Три контроллера И Две Две я обновил То есть На камеру И на Полетник А на подвес Я не стал обновлять Потому что Здесь у меня Более свежая Порошивка Чем на сайте Производителя Пока выложены Ну Вот такая проблема То что он у меня На новой Прошивки Перестал Вообще Видеть Компас Попробую Либо написать Что-то Либо Откатить Обшивку Прошивку Назад На 35 Попробовать Его что-нибудь Проверить Ну и приложение Мне очень не нравится Прямо Беда Беда Печаль Так Ну все Я заболтал Уже Это короче Такая Беда Печаль Вот Все Господа Теперь Берегите Своё Железо Берегите Себя Да Пребудет Сила Лоренца А тут Фронт Меняется Дай Покажу Фронт А ну Вам В принципе Вот отсюда Видно Фронт Но мне Больше Нравится Вот этот Фронт Сейчас Я покажу Вам Фронт Вот этот Фронт Мне больше Нравится Он Прям Красивый Красивый Ну Фокус Приди Вот Прям Красивый Красивый Все Господа Пока Пока